Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Рекламно-информационная программа. Слушайте доктора. Добрый день, это программа «Слушайте доктора» у микрофона Светлана Занько. И у нас в гостях специалист медицинского центра «Мама», гинеколог, эндокринолог Ульяна Михайловна Подгорная. Ульяна Михайловна, добрый день. Добрый день. Тема мы обозначаем, как здоровье женщины 50+, правда, мы тут обсудили за эфиром, плюс-минус 10 лет. Да, как-то так. Да, это очень тема сложная, интересная. И женщины предпочитают сейчас после 40 рожать, продолжать рожать, сохранять репродуктивную функцию. Кроме того, женщина сохраняет социальную активность до 60-70 лет. Для сравнения, в Голландии пенсионный возраст женщины 67 лет, в Израиле, в Италии 65 лет. И женщина должна быть не только иметь желание работать, но она должна иметь возможность работать, иметь здоровье и чувствовать себя женщиной в этом возрасте во всех смыслах. Ну, кстати говоря, я заметила в последнее время, что западное такое веяние и тенденция выходить вновь замуж в 50 лет добралась и даже до города Кирова. У меня уже ряд буквально знакомых, которые выходят замуж, разведясь где-то около 40, в первом браке, выходят замуж снова. И делают это вполне бодро и очень уверенно в себе. Меня это не может не радовать. Это значит, что женщины стали больше заботиться о себе и больше позволять себе думать о счастливой жизни и за 50 тоже. С какими моментами сталкивается женщина, которая, я бы сказала, за 40 все-таки, которая уже думает, что будет и 50, и 60 лет. С какими моментами она сталкивается и как действительно подготовить себя, какой образ жизни вести, чтобы выйти замуж в 50, чтобы спокойно выйти на пенсию, когда тебе далеко за 60, к чему стремится наше государство. Я его поддерживаю, лишь бы мы могли, да, вместе с государством освоить эту программу. Ну и чтобы и в 70 лет замечательно чувствовать себя в семье. Ну, я думаю, что не только мы должны поддерживать государство. Государство еще должно поддерживать нас в наших устремлениях. Никто из нас не хочет чувствовать стариком. Возьмем классическую литературу, да, Золя и многие. Что там написано было? В углу сидела 40-летняя старуха. Вот мне 49 лет, мне кажется, мне лет 15. Я чувствую себя и не хочу стареть. И выгляжу так же, я бы сказала. На 15, конечно, нет. Ну, чувствую себя прекрасно и, несмотря на всякие перипетии судьбы, полна энергии. Вот, чего и другим желаю. Вообще, считаю, всем окружающим желаю здоровья, много денег, потому что счастливые, здоровые, богатые люди злыми не бывают. И тогда у нас все будет хорошо. Но для того, чтобы женщина могла зарабатывать, для того, чтобы она была сексуально привлекательной, иначе зачем на ней жениться? Не ради рабочей лошадки ведь, да? Для того, чтобы она пахла здоровьем, а не климаксом. Есть такой момент. Вот, не надо забывать. Расскажите подробнее, как это пахнет климаксом. И нужно подумать о возрасте. Вообще-то, да, береги платье основу. Для того, чтобы рожать правильно вовремя, да, вовремя беременеть, защищать от нежеланных беременностей, чтобы она, в общем-то, пришла к 40 годам со здоровьем. Допустим, она это все соблюдала, все хорошо. Но после 40 лет метаболизмы в организме женщины замедляются. И если она на ночь выпивала стакан молока, раньше и не замечала никаких изменений, то после 40 лет этот стакан молока со временем превратится в килограммы жира. Как ни странно. Это уже тоже специалисты посчитали. Поэтому надо определиться, что вы хотите. И вообще есть такие правила, да, умная женщина не может быть некрасивой. И второе, если ты не можешь управлять собой, ты не можешь управлять ничем. Поэтому начать надо с того, что вы хотите получить к 50 годам и старше, и на что вы готовы пойти ради этого. Мы определяем так. Наши слушательницы хотят в 50 лет быть счастливыми, удовлетворенными во всех отношениях с женщинами. Значит, для этого нужны простые вещи. Первое – определиться с образом жизни. Это образ питания, режим труда и отдыха. Как это ни странно, надо всё-таки высыпаться. Не смотреть нервные передачи по телевизору. И организовать… Политические шоу. Ну, я думаю, что красивая женщина интересуется больше собой, красотой, здоровьем, чем какими-то там агрессивными поведениями странных людей по телевизору. А так, в принципе, и обязательно нужна правильная физическая нагрузка. Кроме того, после 40 лет медленно-медленно начинают угасать яичники. И мы от этого никуда не можем деться. Даже если мы сейчас будем жить до 100 лет, менопауза, она всё равно придёт. Что же нам делать тогда? Для этого существуют простые вещи. Гормон заместительной терапией называлась это раньше, а сейчас называется менопаузальная гормональная терапия. По сути дела, всё осталось то же самое. Мы используем натуральные растительные эстрогены. Например, эстрадиол валерат, он производится из хвои. И за счёт этих эстрогенов мы можем защищать себя от проявлений менопаузы, от проявлений климакса. Давайте мы про эти проявления всё-таки ещё расскажем. Мы можем регулировать цикл, мы можем содержать свои слизистые в правильном состоянии. Значит, какие проявления могут быть? Ну, самые распространённые – это вазомоторные симптомы. Это приливы. То есть, когда женщину бросает в жар, она краснеет, потеет. Когда по ночам приходит жар. Это всё связано с дефицитом эстрогенов и реакцией сосудов на дефицит эстрогенов. Далее, что? Ломкость ногтей, ломкость костей, боли в суставах. Прибавка в весе, особенно на животе. Лоббильность артериального давления. Это то есть, сегодня утром было низкое, через 2 часа уже 140-150 и так далее. Сухость во влагалище, частые мочеиспускания, рецидивирующее воспаление половых органов, такие вялотекущие, и мочевого пузыря. Причём тут мочевой пузырь и уретра? Оказалось, что они так же, как и женские половые органы, развиваются из одного зачатка. То есть, в этом случае, если у вас угасают яичники, у вас может реагировать мочевой пузырь. Снижается иммунитет. То есть, если раньше во время гриппа вы ещё как-то держались, то сейчас заболеваете сразу, и не успев поправиться, заболеваете снова. Какой-то насморк беспокоит, и бесконечные какие-то болячки. В общем, появляется такой симптом и комплекс. Казалось бы, женщина просто, она рушится. Ну и плюс, нарушение менструального цикла. Пациентка ждёт месячных, а их нет. И она думает, а, вдруг я беременна, или что-то там нарушилось. Но при этом может в яичниках сформироваться фолликулярная киста, которая тоже может давать болевой синдром и так далее. В общем, вдруг в определённом возрасте начинается лавина проблем. Это не у всех. Это может быть. Поэтому надо за собой тщательно наблюдать. Чем опасны задержки месячных? Задержки месячных могут привести к тому, что в полости матки скапливается много ткани. Называется эндометрия. Он становится толстый, и он может перерождаться, гиперплазироваться. Это называется доброкачественное опухолевое заболевание эндометрия. Ну и апогеи являются злокачественные. Также нерегулярный цикл негативно влияет и на состояние молочных желёз. В общем, возникает целый комплекс женских проблем. Если присоединяется сухость во влагалище, то это трудности при половой жизни. И вообще потеря интереса к половой жизни. Ну и есть у него муж и есть. Что-то ему там надо. А у него настроения нет. И таким образом могут даже разрушаться семьи. Потому что муж-то ещё чувствует себя молодым, здоровым и красивым. А тут понимаешь ли, жена такая. И меняется запах от тела. Как пахнет женщина при климаксе? Вы говорите запах климакса. Я не могу это объяснить. Я как... Ну, он становится другой запах тела. И при этом, если женщина принимает гормонозаместительную терапию, то у неё уходят многие симптомы. В общем, это достаточно широкий набор проблем, которые могут ухудшить качество жизни. Для того, чтобы чувствовать себя хорошо, и начнём сначала, да, нужно правильно питаться, нужно правильно отдыхать, организовать свою жизнь и правильные физические нагрузки. Правильно питаться – это и правильные продукты, содержащие, скажем, полезные вещества, витамины, больше уделять. То есть чего уже точно нельзя, Ульяна Михайловна? Ну, чего нельзя. Вот нельзя. Во-первых, сладкое, сахар. Постараться исключить максимально. Есть натуральные растительные сахарозаменители. Стевия, сироп рожкового дерева. Можно использовать мёд, но выйти из ситуации можно. Дальше. Углеводы. Их надо ограничить. Не исключить, а ограничить. Такие, как буханку хлеба на ночь, да, со сливочным маслом. Может быть, это заменить уже салатиком, огурчиком, помидорчиком. Ну, в общем, капусточкой. Можно прекрасный бутерброд сделать на капустном листе. Пожалуйста, положили кусок колбасы, без которого вы жить не можете, или кусок сыра, и положить всё это на капустный лист, и прекрасно это схромкать на ночь. Ну, ладно, если колбасу позволяете, то ещё хорошо. Я-то, правда, её очень давно уже не ем, но любителям это важно. Я не могу хаять всех огульно. Колбаса бывает разного качества, хлеб тоже бывает разного качества. Можно печь дома свой домашний хлеб. Это выбор каждого. Ну, конечно, чем выше качество продуктов, тем лучше. Не всегда это коррелирует с ценой. Если дорого, не всегда правильно. Я хочу сказать, что все эти моменты, они могут вам обходиться достаточно приемлемо. А если взять продукты питания и сделать в вашем рационе больше овощей и фруктов, я вам скажу, что тортики могут обойтись дороже. И неправильная колбаса. А каши, Лена Михайловна? Каши это вообще суперздорово. Желательно не на молоке. И можно их даже не варить, а просто с вечера залить кипятком. Или даже с утра, когда вы проснулись, знаю, что через полчасика вы овсяную кашку съедите. Ну, это вот что касается таких круп, как гречка, например. Да, конечно. Там вообще проблем никаких нет. Она замечательно за ночь натягивается. Ее можно слегка в легком масле буквально только разогреть и все. А что касается каких-то других круп, например, овсянку или полбут уже, или рис бурый знаменитый, полезный, его, наверное, все-таки надо проварить. Нет, овсянка, которая размята, которая дохлопья, они, в принципе, заливаются легко. То есть так полезнее тоже? Пожалуйста, можете поесть пророщенные зернышки, вам никто не мешает это есть. И сыроедение, часть, фрагменты какие-то можно брать себе на вооружение. И улучшается состояние десен, улучшается состояние кожи, волос. И когда кишечник работает правильно и регулярно опорожняется, появляется просто легкость хотя бы. То есть надо понимать, что нужно просто питаться тем, чем, в принципе, человек всю жизнь должен питаться. Чем питались наши предки. У нас есть редька, у нас есть репка, морковка натертая. И это обходится гораздо дешевле, чем те продукты, которые мы иногда берем. То есть финансовые нагрузки при этом образе жизни пациентка не почувствует. Да, конечно, если ей захочется правильное упражнение научиться, им надо будет заплатить за личного тренера, но может это будет 2-3, скажем, попытки вот такие запомнить. Такие сессии, да, нужно закрепить просто навык и заниматься самой. А потом уже можно ходить и все делать самой. Если же беспокоить симптомы климакса, все-таки такие, как я перечислила ранее. Есть гормоно-менопаузальная, гормональная терапия. Препаратов огромное количество. Если вам какой-то не подошел, вы не пугайтесь. Если у женщины нет матки, она удалена, то это вообще самый простой вариант. Мы назначаем только эстрогены и наблюдаем. Если же у женщины матка сохранена, то обязательно идут в комбинацию с эстрогенами аналог прогестерона. Он защищает матку от онкологических осложнений. Но через 5 лет непрерывного приема повышается ненамного, но повышается риск рака молочной железы. Это статистическое исследование. Но опять-таки, если женщина, может быть, она всего 2 года будет принимать менопаузальную гормональную терапию, по сути дела, смотрите, женщина жила с большим уровнем эстрогенов. И раз, и этот уровень стал резко низкий. Конечно, ей плохо, организм кричит. Кто-то адаптируется хорошо. Около 20-30% женщин абсолютно не чувствуют симптомов. Очень легко переносят. Кого это напрягает, кому мешает это жить, те могут использовать терапию. Тут важно очень сказать, чтобы избежать вот этих рисков, о которых вы говорите, о которых сейчас много пишут, что гормональная терапия столь популярна в прошлое десятилетие, в том числе в Америке, например, да, которая приводит при длительном приеме, может привести к раковым заболеваниям. Чтобы избежать этих всех вещей, то нужно, конечно же, быть под наблюдением врача и только с его предписания принимать препараты. Ну, вот я бы первое, что не посоветовала бы, ссылаться на Америку. Почему? Американцы очень патриотичны. И они любят препараты, произведенные в их стране. И в их стране давно и широко используются конъюгированные эстрогены. Это эстрогены, которые животные, которые получены из мочи, жеребых, кобыл. И конъюгированные эстрогены содержат четыре вида эстрогенов. Два из них с явным агрессивным онкологическим действием. В Европе используются натуральные эстрогены. Чаще всего эстрадиол валерат, и производится он из хвои. И он переносится гораздо легче. Я хочу сказать, что, используя гормонозаместительную терапию, чаще всего мы назначаем именно европейские препараты. Это первое. То есть они не дают таких грубых осложнений. Далее. Женщина, принимающая гормонозаместительную терапию, реже болеет раком толстого кишечника, например. Раком шейки матки. Потому что поддерживается иммунитет. Если гормонозаместительная терапия, менопаузальная гормональная терапия назначена своевременно и хорошо отрегулировала цикл, у таких пациенток реже встречаются опухоли яичников. В принципе, гормональная терапия дает массу плюсов и поддержку иммунитета. Одно время я просто работала очень плотно с иммунологом, который уже стал направлять ко мне пациентов и писать, например, климонором под вопросом. То есть он увидел, что только на назначении менопаузальной гормональной терапии нормализовался иммунитет. Но женщина получает при климаксе симптомы комплекс проблем, но используя менопаузальную гормональную терапию, она решает эти проблемы. Но не все. Так как доза гормонов очень мала, некоторые симптомы остаются. И иногда мы добавляем еще и местную терапию. Если все-таки продолжает беспокоить сухость во влагалище, мы добавляем свечи, крема и так далее. Если у женщины есть в анамнезе какие-то болезни, противопоказания, например, были инфаркты, инсульты в анамнезе 3 года назад. Например, у нее серьезная патология желудочно-кишечного тракта. Например, она принимает препараты неврологического плана, связанные с какими-то судорожными вещами. Или у нее судорожными синдромами. У нее сахарный диабет. Мы можем использовать препараты, не влияющие на желудочно-кишечный тракт. Мы можем использовать препараты, которые не дают скачков гормонов. Что это значит, не дают скачков? Во-первых, мы можем использовать гели трансдермальные, то есть через кожу будет всасываться. И не влияет на свертываемость крови, на желудочно-кишечный тракт и так далее. Меньше побочных явлений. Второе, мы можем использовать пластырь. Пластырь тоже будет действовать не только трансдермально, но он будет держать постоянный уровень эстрогенов. То есть, если вы выпили таблетку или помазали пластырь, то у вас в крови уровень эстрогенов нарастает. А к концу суток снижается. Это суточная доза. То в этом случае будет поддерживаться постоянный уровень. Есть такие пластыри, клеятся они на неделю. Конечно, при условии, если у вас нет аллергии на пластырь. И ваша кожа правильно работает и так далее. В принципе, я хочу сказать, что все очень индивидуально. Но есть такие симптомы, которые практически о себе сначала не дают знать. А проявляются потом, после 60-ти. Это остеопороз, разрушение костной ткани. И тогда, когда это происходит или произойдет, конечно, назначать сложно уже. Уже практически не работает. Надо назначать вовремя. Это первое. Второе. Женщины, использующие менопаузальную гормональную терапию, гормональные препараты, они лучше поддерживают свои конгетивные функции. То есть, что это за функции? Это способность запоминать, узнавать, работать. Это более качественное мышление и интеллектуальная деятельность. Ну, не говоря о том, что она приятно пахнет, у нее замечательная кожа. Глаза блестят. И жить хочется. И еще. Женщины в состоянии дефицита эстрогенов чаще страдают депрессиями. Потому что, ну, нет мотивации к жизни. Ты не чувствуешь в себе вот этого огонька. Сколько бы вокруг тебя не было прекрасных, заботливых и делающих тебе комплименты мужчин, это не работает. Поэтому мы немножко зажигаем эти звездочки, которые стали уже мерцать не так, и помогаем им жить. У меня есть такие пациентки, которые приходят, говорят, «Все у меня, все плохо, не хочу, не видеть этого мужа не хочу, ничего». Немножко назначишь, добавишь, посмотришь. Через пару месяцев эта фея влетает в кабинет, она снова счастлива, снова все хорошо и все налаживается. Просто не всегда женщины понимают, в чем причина, в чем проблема. И вообще-то с доктором надо обсуждать не только регулярный цикл. Допустим, приходит, у тебя все хорошо, посмотрели и так далее. А еще такие моменты, как и бессонница, и, может быть, где-то головные боли, мигрени, боли в суставах, они тоже имеют отношение к гинекологу или к гинекологу-эндокринологу. Сухость во влагалище, частое мочеспускание, дезурические явления и так далее. И так далее, и так далее. У нас на сайте есть шкала самооценки. Можно зайти на сайт, найти... На сайте медицинского центра «Мама». Да, медицинского центра, да. И можно посмотреть, посчитать у себя в баллах некоторые вещи. То есть там признаки какие-то обозначены, и можно провести тест. Да, саму себя оценить. И в целом подумать, а есть ли у вас некие симптомы. Это не значит, что если вы насчитали большое количество баллов, надо все бросить и бежать. Нет, надо за собой понаблюдать. И только когда вы примете решение, потому что назначение менопаузальной гормональной терапии производится в основном по желанию женщины. Вот. Потому что климакс – это не болезнь. Но иногда проявление настолько болезненное, что без лечения пациентки не могут даже встать к кровати. У них нет сил, нет желания жить. И это неправильно. Вы сказали, что в основном по желанию женщины. Но что касается, например, нерегулярного цикла, а то и вовсе пауза в цикле, то ведь это случается и с молодыми женщинами, и даже совсем с юными. Вот в таком случае что происходит с организмом, и можно ли помочь? В последнее время все чаще встречаются пациентки с прекращением менструации без видимых причин. Но при этом матка ведет себя как в климаксе, и в период менопаузы, и жалобы у пациенток менопаузальные, и уровень гормонов типичен для менопаузы. Очень часто причина до конца неясна. Таким пациенткам говорят, принимайте гормональную заместительную терапию, и своих детей у вас больше не будет. То есть цикл мы вам сделаем, а беременности только методом ЭКО и с донорскими ацитами, яйцеклетками. К сожалению, количество таких пациенток нарастает. Но я бы сказала, что у нас в центре есть беременности, полученные у таких пациенток, и не всегда методом ЭКО были естественным путем полученные. Конечно, мы стараемся найти причину. В чем в основном причина? Очень часто идут инфекционные заболевания, которые просто не диагностированы своевременно. Но лечения инфекции здесь недостаточно. Здесь нужна действительно гормональная поддержка. Нередко это называется рецепторная проблема. То есть, что это значит? Происходит потеря или снижение уровня рецепторов на мембранах клеток. Чтобы гормон подействовал на клетку, должен быть рецептор. Если даже гормонов в достаточном количестве, но рецепторов нет, то он подействовать не может, и возникает голод среди изобилия. Мы стараемся найти причины, найти заболевания, которые вызвали рецепторную патологию. И лечится это не очень быстро, но в принципе лечится, и у нас есть результаты. Но все это в каждом отдельном случае индивидуально пытаемся нащупать, найти причину, устранить. И пошагово устраняем. И в принципе у таких пациенток появляется шанс на своих детишек. То есть вовремя главное еще раз обращаться к врачу и следовать пошаговой инструкции, вместе с врачом рука об руку проходить этот путь. Надо понимать, что на сегодняшний день четких стандартов, кроме рекомендаций назначить гормональную терапию, нет. Это первое. Второе. Чем дольше тянется заболевание, тем труднее его лечить, тем меньше восприимчивость к нашему лечению. Поэтому мне бы хотелось сказать девушкам, если у вас прекратились месячные, и их нет более трех месяцев, сидеть дома не надо. А вообще-то регулярно показываться гинекологу, регулярно проводить необходимые обследования и следить за своим циклом. Это очень важно. Скажите, пожалуйста, есть ли риск... Да, давайте еще раз напомним, что у нас в гостях специалист медицинского центра «Мама», гинеколог-эндокринолог Ульяна Подгорна, Ульяна Михайловна. Есть ли все-таки риск каким-то образом испортить себе здоровье приемом вот таких препаратов? Каких? Гормональных, да? Гормональных препаратов. Потому что если мы вспомним историю из прошлого, я не знаю, как сейчас, надо просто пояснить, историю из прошлого, то женщины боятся, может быть, и до сих пор, кстати, так говорят, что вот я поправлюсь очень сильно. Не факт, что мне этот гормональный препарат вообще подойдет. И второй вопрос. Какие именно врачи могут назначать гормональные препараты? Все ли у нас достаточно просвещены на эту тему? Ну, я думаю... Мне так кажется, что в России не очень распространена практика. Дело в том, что во многих странах менопаузальная гормональная терапия оплачивается государством. Поэтому это широко распространено. Например, в Германии посчитали, что дешевле назначить климонорм, чем лечить давление, сосуды, суставы, депрессии и прочее. То есть тут можем обойтись одним препаратом, а там целый букет болезней будем лечить. Это первое. В этом плане, конечно, есть стандарты. В нашей стране пациентка оплачивает сама. Поэтому решение принимает сама. Поэтому она часто взвешивает. Вот эта вот сумма денег, это 700, 1000 рублей, 1200 в месяц. Насколько отяготит ее бюджет, особенно в период кризиса. Поэтому она все взвешивает. Иногда отказывает себе в здоровье ради куска колбасы, опять-таки. Вот. Это ее решение. Далее. Доктора у нас практически все компетентны. Все знают о том, что можно использовать препараты. И назначают, если пациентка сама выполняет. Далее. Значит, надо четко понимать, что есть гормональные препараты синтетические. Это контрацептивные таблетки чаще всего. Чаще всего. А для лечения менопаузальных расстройств используются натуральные эстрогены. И они мягче, быстрее выводятся и не обладают такими побочными явлениями. В принципе, в большинстве случаев пациентки, используя менопаузальную гормональную терапию, как раз нормализуют свой вес. То есть у них происходит снижение веса. Безусловно, есть препараты, которые на вас индивидуально могут подействовать так, чтобы усилиться аппетит. Давайте поменяем. Какая проблема? Пока не подберем то, что вам нужно, мы будем с вами работать и искать то, что вам нужно. А когда подберем, вы уже живете спокойно и принимаете постоянно. И раз в полгода вы показываетесь врачу обязательно. Как раз хотела спросить, в каком режиме показываются врачом? Значит, при первичном назначении мы обследуем пациентку. В первую очередь мы исключаем серьёзную патологию, такую как онкологическая, и особенно женскую. Например, при раке щитовидной железы женские половые гормоны безопасны. Поэтому щитовидную железу саму мы не исследуем, только можем посмотреть, если сомневаемся, уровень гормонов. Потому что нередко гипотиреоз дебютирует в периоде переменопаузы. Это что такое? Это снижение функции щитовидной железы и усиливает проявление климакса. А мы живём в месте, где мало йода, и гипотиреоз широко распространён. Но, в принципе, даже если мы обследуем пациентку, мы возьмём мазок на раковые клеточки, называется онкоцитология, сделаем маммографию, мы не можем на 100% сказать, что нет двух-трёх клеточек рака в организме. Поэтому женщины, принимающие именно паузальную гормональную терапию, должны раз в год делать рентген молочных желёз, это называется маммография, и осматриваться маммологом. Маммолог посмотрит, достаточно ли рентгена. Иногда назначают другие исследования, дополнительные, потому что УЗИ показывает одни опухоли, рентген – другие опухоли. И это всё привязано к одному специалисту. Далее. Раз в год мы берём мазочек на раковые клеточки шейки матки. Это тоже не 100% метод. Тоже гинеколог должен быть внимателен. И делаем ультразвуковое исследование малого таза при помощи трансвагинального датчика. И делаем это раз в год. Если у пациентки есть проблемы терапевтического плана, то её обследует терапевт и обязательно смотрит, нет ли патологии печени, нет ли патологии и так далее, и так далее. Всё, в принципе, по вашим заболеваниям или накопленным каким-то проблемам. И в оставшиеся пару минут всё-таки нужно сказать, с какого возраста нужно контролировать свой гормональный фон. То есть как часто, с какого возраста сдавать анализы и наблюдаться по гормонам. Если у тебя нет никаких признаков. Если у тебя нет задержки. У гинеколога постоянно. А я имею в виду именно гормонные. А если нет симптомов, то, в принципе, и обследоваться зачем. Если цикл регулярный, женщина чувствует себя прекрасно. И нет у неё оснований для обследования, для подозрения на менопаузальные расстройства. Как только появляются подозрения, дальше мы начинаем дифференцировать. С гипотиреозом, с опухолями гипофиза и так далее. Ну а если она говорит, у меня у мамы 50 лет климакс, и мне сейчас 50, и то же самое, то я думаю, копать глубоко и широко, это только на усмотрение врача, который вас знает, видит и помнит о всех ваших проблемах. Ну, у нас остается одна минута. Мы эту тему, конечно, не сможем обсудить, но можем её обозначить коротко. Ведь гормонозаместительную терапию, не менопаузальную, гормонозаместительную терапию, сейчас очень часто рассматривают как терапию молодости. И применять её начинают не в 50 лет, а гораздо раньше. Конечно. Конечно, используют и для регуляции цикла, и у молодых женщин, потому что это более мягкая терапия. Я вот про это. Это более мягкая терапия, чем контрацептивы. Она не даёт подавлению функций яичников, подавлению гипофиза и мягко стимулирует иммунитет. За этим обращаются сейчас женщины и мужчины? Это широко используется, обращаются. И для мужчин тоже существует гормональная терапия. Они тоже хотят быть красивыми. И Ален Делон, наверное, выглядит на сегодня так прекрасно. И многие великие актёры, которые себя как раз и поддерживают в состоянии молодости. Мы об этом поговорим в одной из наших следующих программ. Я благодарю нашу гостю, специалиста медицинского центра «Мама», гинеколога-эндокринолога Ульяну Подгорную. Спасибо, что пришли. И вам, слушатели, спасибо. У микрофона работала Светлана Занько. Слушайте доктора. Спасибо вам. До свидания. Слушайте доктора. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста.